Просторные кабинеты, цветастые коридоры в скандинавском стиле и даже собственная игротека с настольными играми, бильярдным столом и уголком для настольного тенниса. Сейчас в это трудно поверить, но как дата клуб здоровья, Центр внешкольной работы начинался с двух залов – спортивного и тренажерного. В то время как большую часть ОБЦ занимал ЖЭК, а многочисленные кружки объединения ютились в разных концах города, иногда в полуподвальных условиях. Вечно так продолжаться не могло. И когда помещение освободилось, было принято решение собрать всех под одной крышей. Сегодня в стенах здания на улице Силкина занимается больше 500 ребят. Для них это любимое и дорогое сердцу место, где можно не только позаниматься, но и просто отлично провести время. Здесь педагоги очень ответственные, очень хорошо относятся к детям. И здесь всегда весело. Можно поговорить, поиграть в какие-то игры настольные и узнать много нового. Я сюда хожу, потому что мне нравится заниматься собакой. Тут классные ребята и классный преподаватель. За эти годы Клуб здоровья Центр внешкольной работы стал домом не только для ребят, но и преподавателей. К слову, названия очень точно передают суть того, чем занимаются наставники. Они делают ребят здоровее. Не только физически, но и нравственно. Кроме спортивных секций в клубе действует военно-патриотическое объединение, юношеский клуб авторской песни, ассоциация ролевого моделирования. Работает музей оловянного солдатика. А руководитель Клуба любительского собаководства Акбар на вопрос, чему она учит ребят, отвечает так. Любовь к животным. От этого уже идет все дальше. Человек, если любит животное, относится к нему нормально, это уже любое живое существо. И как бы это ни было сказано, но это отношение к родителям, к детям инвалидам и к людям инвалидам. Потому что я могу сказать, что люди, которые держат собак и любят собак, это прекрасные люди. День рождения Клуба здоровья всегда отмечали весело и с шумом. Но в этом году из-за пандемии вживую собрать ребят не получилось. И юбилей решили отметить онлайн. Дети участвовали в интернет-викторине, готовили и смотрели видео поздравления, сравнивали ответы, угадывая, кому они принадлежат, преподавателям или воспитанникам. И напоследок организаторы припасли еще один сюрприз. И также в конце ждало такое интересное видеоролик, где мы показывали, как готовились к дню рождения. То есть мы так зашли за кулиси, окунулись. Более подробно о клубе и его объединениях можно узнать в официальной группе ВКонтакте. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.